Сколько лет йоге? Большинство ученых и исследователей полагают, что йога зародилась много-много лет назад, тысячи лет назад, 5-8 тысяч лет назад. По одной из теорий, корни уходят в древнюю цивилизацию, известную как Храпа, располагавшуюся в долине Инд. И постепенно, то есть еще до зарождения письменности, представляете, еще люди писать не умели, но уже хотели как-то улучшать свое состояние, улучшать психоэмоциональное состояние, физическое. Это была серьезная и, я думаю, подчас жестокая практика, которая оставляла только тех, кто полностью отдавался практике. Постепенно это все записывалось. То есть сначала очень маленькими крупицами и дошедшие первоисточники до нас, это уже сотни лет назад. Но, в принципе, даже если какая-то дисциплина сотни и сотни лет отшлифовывается, улучшается, то это, конечно, уже лучше, чем какой-то вариант практики развития, который не прошел проверку этих сотен лет. Сейчас популярность особую приобрела йога в прошлом столетии, когда учителя стали выходить на открытое пространство, показывать свои знания, открывать не только придворным каким-то царям, раджам и еще кому-то, а и обычным людям. Это происходило с голливудскими звездами. То есть голливудские звезды, которые испытывали большие нагрузки физические и психоэмоциональные, они, когда у них получалось решить вот эти проблемы и вопросы с помощью йоги, очень радовались. Конечно же, хотели, чтобы и их друзья, и коллеги тоже могли воспользоваться этим, делились этим. И вот таким образом в прошлом веке, в прошлом столетии очень популярна стала йога. Много было пробы и ошибок, даже несмотря на то, что йога насчитывает тысячелетия, но каждый адепт, каждый практик йоги примеряет и находит способы, как практиковать сам. Для себя потихонечку все это отшлифовывается, выверяется техника безопасности. Вот поэтому, конечно, когда люди говорят, ну я сам как-то интуитивно, там еще что-то, ну пожалуйста, сверните себе шею, там вырвите все колени, еще что-то. А потом пробуйте восстановиться тоже йогой, когда вы уже узнаете, что такое техника безопасности. Но сейчас все, слава богу, систематизировано. Вот в нашей школе все учтены моменты по безопасности, по эффективности, по тому, как что комбинировать, что делать нельзя, что можно. И, конечно же, я вам рекомендую заниматься под руководством профессионала, потому что, как ни странно, вы не ляжете под нож хирургу, который вот прочитал что-то в Википедии. Вы не сядете за руль к человеку, который вот только что прочитал там или посмотрел какой-то ролик, как нужно везти машину. Вот, но почему-то к своему здоровью и развитию люди так относятся. Заходите в мастер-группу, буду рад вас видеть там.